В такую погоду работать тяжело. Вода холодная и мутная, говорит Игорь. Несмотря на это, под водой он пробыл 40 минут. Игорь занимается дайвингом около года. Помогать спасателям пришел как волонтер. Это его первое знакомство с подводным миром Солдатского озера. И там он увидел не только рыбу. Когда смотришь из-под воды, все абсолютно другое. Даже такое небольшое озеро, оно тоже очень красиво и необычно. Каждый раз, когда погружаешься в независимости от целей, стараешься мусор собрать. Чего только не бывает. И покрышки, и кастрюли, банки, детские игрушки. Все бывает. Чтобы ничего не пропустить, озеро разделили на секторы. Одновременно в воде работают четыре водолаза. У каждого свой маршрут и команда помощников на берегу. Задействовано порядка 20 спасателей поисково-спасательного отряда Уфы. Помимо очистки водоемов, они уберут мусор и на прибрежной зоне. Даешь сигнал один раз. Все хорошо. Потом глубину отмеряешь. Ежегодно наши водолазы, поисково-спасательного отряда города Уфы, проводят очистку дна в местах, где массово будут отдыхать наши горожане на водоемах. В этом году это 9 мест отдыха. Вытаскивают и целиком кирпичи, и коряги, и битые стекла. Видели мотоцикл на дне. В Солдатском озере коллекция не такая богатая. Видимо, потому что недавно озеро осушали и чистили дно. Сегодня водолазы исследовали его в радиусе 20 метров от берега. Погружались на 3 метра. На дне трава в пределах 5 метров от берега. Высотой метр. Мусора мало. Наверное, это горожане культурные стали. Меньше кидают мусор. Я каскадан чистил, и вот здесь вот Солдатское. А какое самое грязное озеро? Теплое, особенно. Возле слива туда весь мусор запрашивает. Акция «Чистый берег» проводится в России с 2014 года перед началом купального сезона и после его завершения. За 4 года от мусора очистили более 12 тысяч водоемов и свыше 14 тысяч километров береговой полосы. Акция продлится до 30 мая. Алина Таюпова, Роман Нугуманов, городской телеканал ЮТВ.